Друзья мои, это коротенький ролик про то, как поменять щетки стеклоочистителя на автомобиле. Казалось бы, тривиальная процедура, но у некоторых водителей, особенно начинающих, она вызывает некоторые затруднения. И иногда приводит к не очень хорошим последствиям. Но обо всем по порядку. Поехали! Во-первых, друзья мои, следует помнить, что на современных автомобилях щетки стеклоочистителя, правой и левой, отличаются по длине. На Жигулях, на Волгах, на Москвичах они были одинаковые. Сейчас не так. Водительский, как правило, больше. Поэтому перед покупкой стеклоочистителей замерьте их длину. Например, у меня на машине это 60-45. Я и покупаю их таким же комплектом. 60-45. Помимо длины дворников, есть нюанс с их креплениями к поводку. Это пинлок, байонет, топлок, крючок и так далее. Их около 20. Поэтому следует знать, какое крепление у вас. И только после этого производить покупку. Всего существует 5 способов узнать тип крепления щеток вашего автомобиля к поводку. Первый, это за Яндексить. Второе, за Яхуить. Третье, за Гуглить. Четвертое, звонок другу. Например, дилеру, у которого вы покупали машину. А какое у меня крепление. И пятое, это снять один из дворников. И, соответственно, посмотреть, как он крепится. Сфотографировать и уже предъявить эту фотку в магазине при покупке. Или же сравнить ее с фотками на маркетплейсе. Смотря где будете покупать. Очень часто, друзья мои, замены происходят в неудобных условиях. Например, зимой, когда холодно. Поэтому следует сразу приготовить пассатижи и пульверизатор с теплой водой. Зачем? Мы просто сделаем вот таким образом. Немножечко подогреем крепление. Немножечко его очистим. Дворники стоят на автомобиле, как правило, от полугода и дольше. Здесь образуется грязь, сжавчина и так далее. И поменять их простым движением руки иногда не представляется возможным. Поэтому мы подогреем крепление. Откроем защитный колпачок и поменяем. Все крепление, как говорится, комнатной температуры. Теперь поменять стеклоочиститель достаточно легко. Итак, друзья мои, обратите внимание, с внешней стороны есть такие места, куда необходимо надавить. И открыть защитный колпачок. Вот таким образом. Вот так он крепится. С помощью щелчка. И вот так он открывается. Иногда он не поддается открытию руками. И необходимо вот таким образом нажать на это крепление пассатижами. Нажимаем и открываем. Давайте еще разочек. Нажимаем и открываем. Все. Колпачок открыт. Теперь стеклоочиститель необходимо подать как бы в сторону крепления поводка и снять его. Давайте еще разочек. Открыли. Подали его в сторону поводка и сняли. Очень внимательно, друзья мои, будьте с поводками. Они очень сильно подпружинены. Поэтому, если вы делаете это в первый, второй, в третий раз, обязательно подложите ветошь. Для того, чтобы он не ударил по стеклу. У меня уже такое было. Один раз у меня вот здесь образовался круг. И, соответственно, было очень неприятно. Казалось бы, менял дворники и разбил стекло. Когда лежит ветошь, всегда все в порядке. Новый стеклоочиститель. Также поднимаем защитный колпачок. Берем поводок. Ветошь не убираем. Всякое бывает. Неосторожное движение и поводок бьет стекло. Просовываем. И защелкиваем. Так, и защелкиваем. Движением руки, брюки превращаются. Брюки превращаются. Ну, давай же. Так, все. Защелкнулся. Вот так, друзья мои. Давайте еще разочек пассатижиками снимем. Подадим вперед. Снимем. Итак, просовываем. Раз. Есть. Защелкнули. Все. Стеклоочиститель на своем месте. Ну, и, конечно же, необходимо снять защиту. Она нам не понадобится. И, конечно же, мы все остались. И, конечно же, необходимо снять защиту. Итак, друзья, замена произведена На жутком холоде Но так как мы заранее подготовились Все прошло хорошо На моих стеклоочистителях Самое распространенное крепление Это крючок или хук Но я уверен, что с данным пособием Вы справитесь с любым типом креплений Главное правильно все подготовить Изучить крепление Ничего не ломать, не нервничать Все делать аккуратно И уважительно к вашему автомобилю Будьте здоровы, ни гвозя, ни жезла Пока Прилично, прилично Спасибо большое Спасибо за просмотр!